Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Инспекция по самостроям. Сегодня губернатор проверил объекты самовольного строительства в Сочи. С начала года в городе отремонтировано 25 улиц. Качество нового дорожного полотна оценил глава курорта. В Сочи в преддверии Мундиаля усилят контроль за выгулом собак, в частности на мемориале воинской славы. Важная для Сочи историческая дата. Очередную годовщину завершения полувековой Кавказской войны вспоминали на курорте. Романтика сельского отдыха в самом сердце Кубани. Все разнообразие агротуризма представили на выставке в Краснодаре. Гости смогли посмотреть, что предлагают фермеры для разнообразного отпуска в глубинке. И попробовать на вкус натуральный кубанский продукт и вина. По куреням прогулялись и наши краснодарские коллеги. В Казачьей подворье прямо в самом центре кубанской столицы на Пушкинской площади со своими дарами весь край угощениями, поделками, песнями и плясками. Из самых маленьких станиц сюда приехали фермеры, чтобы показать всю привлекательность сельского отдыха. 400 мастеров делились секретами лепки из глины, плетению из лозы, художественной росписи. В Куренево-Силковского района гостям предложили накормить весь птичий двор. Для этого фермеры привезли молотилку для зерна. Попробовать себя в роли сельхозработника смогли все желающие. Сюда кидаем зернышки, а теперь будем молоть. Поехали. И корм у нас превращается в такую вот нашуку. Кормить там уточек, курочек. Просто слов нет. И все дают и попробовать, и детям интересно. Ну и как и взрослому тоже вспомнить, скажем так, свое прошлое. Огунуться вот в ту атмосферу, которая была раньше. Здесь и народные игры устроили, и перину для гостей расстелили. Мягкость подушек оценил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он вместе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко проверил, что могут предложить самым искушенным туристам в станицах. Глава региона и спикер Кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с хозяевами хат. Те рассказали, что гостям всегда рады. И даже в самых маленьких куторах могут предложить путешественникам разнообразный отдых. Вот, к примеру, в Новопокровском районе готовы удивить не только зрелищами, но и хлебом. Сюда жители района привезли домашние угощения, стряпали всей станицей. Трудолюбие – это то, что всегда отличало наших селян, отмечает глава региона. Мы работящий народ, самобытный, мощный народ, который все может. Главное – условия, которые есть сегодня, нам сохранить и приумножить. Тогда и мы приумножим то, что имеем. Только так. И никто за нас экономику не сделает, и жизнь лучше за нас никто не сделает. Кто бы что ни говорил, народ всегда исконно на этой земле был прав, потому что ни на кого не надеялся, сам на себя создавал Кубань, создавал вчерашнее, сегодняшнее и будущее этого великого края. А мы сегодня должны сделать то же самое. Главе Кубани показывают и мастерство ремесленников, вязаные футбольные мячи, одеяло из лускотов и одежда из натурального льна. А еще игрушки такие же, как были у наших прадедов. Мальчишки, а это для мальчишек, должны знать, что они воины. И они тоже не должны этого стесняться. И мы не должны стесняться им говорить о том, что не всегда готовы, должны быть готовы к защите своего отечества. А вот это вот эти игрушки, это настоящие мужские игрушки. А не то, что сегодня нам правильно, не то, что нам сегодня навязывают. Это европейская какая-то культура, непонятно какая. Наша страна такая, что все время кто-то хочет к нам прийти. И не с добрыми намерениями, потому что они должны четко знать, что они всегда готовы защитить свою землю. Туристы все чаще предпочитают закатом у моря сельскую романтику. В этом году фермеры ждут еще больше гостей благодаря открытию Крымского моста. Ремесленники и сельхозработники будут предлагать свою продукцию по пути в соседний регион. В июле вдоль дороги, ведущей в Крым, начнут работать сельские ярмарки. А сделать так, чтобы путешественники заглянули на денек-другой в местные хозяйства – задача глав региона. В Ейске, к примеру, будет организован музей виноградерства и виноделия. Гости смогут посетить домики с мастерами-ремесленниками, тематические фестивали и праздники. А еще можно окунуться в казачий быт. Встать с утра пораньше, наколоть дров и накормить домашних животных. За помощь по хозяйству путешественники получат внушительную скидку. На ярмарку яичане привезли домашний сыр, молоко и сливочное масло. Вениамин Кондратьев отметил, что для развития сельского туризма власти и дальше будут создавать все условия. Бизнесом назвать то, что вы делаете, невозможно. Потому что не то, что сверхприбыли. Даже прибыли порой никакой нет. Но мы должны понимать, что все, что вы делаете, это бесценно. Потому что вы даете нам, сегодняшним жителям Кубани, эмоции. Сохраняете культуру и возвращаете нас к нашим традициям. Мы пытаемся сделать, чтобы экономика в вашем этом маленьком производстве, в ваших предприятиях появилась. Сегодня мы распространили все меры господдержки на те предприятия, которые занимаются ремесленной деятельностью. Делаем все, чтобы вы приехали туда, где идут туристические маршруты, где уже протоптаны туристические тропы. Выставка стала масштабнее и интереснее. Она растет и привлекает все больше и больше людей. О чем это говорит? О том, что традиции прикладного народного творчества живут и развиваются. Рост популярности наших туристических объектов повышает спрос и на сувенирную продукцию. Причем гостям гораздо приятнее привезти из отпуска кубанский сувенир ручной работы, чем китайскую штамповку. Все районы края встречаются на выставке уже в четвертый раз. По традиции в этот день лучшим подворьям и хозяйствам вручили заслуженные награды. Для них это способ показать себя во всей красе гостям. Кроме того, на ярмарку приехало больше полутысячи туроператоров, чтобы разработать увлекательные предложения для путешественников и показать, что отдых на Кубани – это не только южное солнце и теплое море. Инна Чайко, Мария Крошная, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань-24. Краснодар. Сделано на Кубани – значит, сделано качественно. Первым обладателем товарного знака Вениамин Кондратьев вручил дипломы. Это десятки предприятий региона, у которых появилось право наносить на свои товары специальный логотип. Его получили только те, кто прошел строгий отбор. Какие продукты будут маркировать и за что производителя могут лишить товарного знака, расскажут наши краснодарские коллеги. Первое, при приходе на работу заправляем весь материал, засыпаем чай, подготавливаем упаковку, запускаем машину. Но представьте, если один день я не выйду на смену, три миллиона кубанцев останутся без чая. Чтобы попасть в чашку, каждая чаинка проходит несколько барьеров испытаний. Очистка, фасовка, упаковка, механизмы работают как часы. Сбой здесь просто недопустим. Сложно представить, но над одной пачкой трудятся больше сотни человек. Запрос на краснодарский чай такой, что пригодных для его выращивания земель на Кубани просто не хватает. Сегодня на полках супермаркетов заварку можно отыскать по уже всем знакомой зеленой упаковке. Скоро на ней появится еще один отличительный знак. Сделано на Кубани. Кубанский продукт всегда отличался и по качеству, и по вкусовым, и по своему составу от всех других. И в России всегда уважают и любят кубанский продукт. Но когда это легко отыскать на полке, что именно с такой красивой, скажем, символикой Кубани, я думаю, что это поможет еще раз усилить наши позиции на полке. К ребрендингу упаковки готовится и еще один завод в Белореченске. Каждый день там выпускают до 600 тонн соков. Причем они совсем не уступают свежевыжатым тропическим напиткам. Натуральные, сделанные из исключительно кубанских фруктов и ягод. Ассортимент удивит даже самого привередливого гурмана. Всего победителями краевого конкурса стали больше 40 предприятий региона. Диплом их руководителям сегодня лично вручил Вениамин Кондратьев. Теперь у них есть полное право маркировать свою продукцию знаком «Сделано на Кубани», что гарантирует качество товара и будет давать преференции производителю. Знак качества не будет ни в коем случае продаваться, даже ни за какие деньги. Это знак качества, который нужно заслужить, заработать, на самом деле, качественной продукцией, экологичной продукцией. Здесь, коллеги, должна быть системная, последовательная работа по защите нашего серхозпроизводителя. От мошенников, которые подделывают, безусловно, для того, чтобы продать под кубанской, еще раз подчеркиваю, маркой. Вот здесь еще очень важно, Василий Александрович, надо подумать над системой преференции еще тем, кто будет обладать знаком качества, произведенного на Кубани. Вот подумать над этим, потому что не просто оказывать максимальное содействие, чтобы эта продукция была на полках магазинов, магазинов-то саму собой. А вот преференции, в том числе и налоговые преференции. В будущем производители товаров с маркировкой «Сделано на Кубани», как Вы сказали, будут рассчитывать на меры государственной поддержки, налоговые, пониженные процентные ставки по кредитам. В этом направлении мы уже ведем работу и с Вашим поручением ее завершим в ближайшее время. Премию, сделанную на Кубани, сегодня вручали впервые. Товарный знак презентовали год назад на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Получить его могут только те производители, которые доказали качество своего продукта. Среди победителей как большие предприятия, так и маленькие фермерские хозяйства. Специальную линейку товаров для конкурса никто не разрабатывал. В основном все эти продукты, которые кубанцы каждый день видят на прилавках магазинов. Это абсолютно стандартно, то, что выпускаем мы каждый день. Белый и черный хлеб – обычный кирпичик. Это продукт, скажем так, у нас повседневный. Основные продукты нашего производства – это сало во всех видах. Я думаю, кубанское сало, оно узнаваемо во всех регионах страны и мира. Впрочем, полученная премия для предприятий вовсе не повод расслабляться, а скорее наоборот. Ведь производителям придется постоянно доказывать, что они достойны наносить на свои продукты яркий логотип. Право на маркировку знаком «Сделано на Кубани» дается всего на два года. Но лишиться его предприятия могут и раньше срока, если товар не будет соответствовать заявленному качеству. Это должно подстегнуть производителей и вывести кубанскую продукцию на новый уровень, считает глава региона. То, что мы сегодня делаем, это уверенный шаг в защиту репутации Краснодарского края, в интересах репутации Краснодарского края, как региона, который производит качественную, натуральную продукцию. Я уверен, что мы сможем последовательно, но очень настойчиво продвигать продукцию, которая сделана на Кубани, со знаком «Сделано на Кубани» и, конечно, наш внутренний российский рынок. Впервые продукты с этим знаком качества появились на прилавках в Сочи во время горнолыжного сезона. Эксперимент удался, туристы проявили большой интерес к товарам местных производителей. Найти продукцию с ярким логотипом уже совсем скоро можно будет практически во всех магазинах края. О том, что антироссийские санкции сыграли только на руку отечественным производителям, говорят уже давно. Сегодня стало понятно. Отведенного продовольственного эмбарго могут выгодать и сами покупатели. Собрать продуктовую корзину теперь можно исключительно из наших товаров. Причем стоить они будут на порядок дешевле. Уверенными можно быть и в их качестве, ведь сделаны они на Кубани. Мария Крошная, Инна Чайка и Алексей Комаров. Кубань, 24, Краснодар. Инспекция по самостроям. Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил объекты самовольного строительства в Сочи. Вместе с прокуратурой и правоохранителями он проехал по проблемным домам. В Меретинской низменности запрещено возводить дома выше трех этажей. Глава региона осмотрел стройки многоквартирников, где решились нарушить законодательство. Некоторые из застройщиков использовали мошеннические схемы, затем пытались узаконить дома через суд. То есть сегодня судебным решением можно констатировать, что данный дом считается законным. Так получается? Многвартирный, высотный дом. Надо судьям делать выездные заседания судебные, понимаете? То есть прямо вот здесь, на месте. Потому что в противном случае судья по каким-то причинам не видит, что на самом деле происходит. И выносит вроде как очные, а на самом деле какие-то заочные судебные решения, потому что они никак не отвечают реальности. А реальность, она страшная. После этого в Сочи прошло совещание координационной группы по проблемным домам. На совещании обсудили меры борьбы с нарушениями градостроительных норм. С начала года в Сочи было отремонтировано 25 улиц. Качество нового дорожного полотна ценил глава курорта. Особое внимание окраинам. В некоторых районах асфальт они видели десятилетиями. Можно ли сегодня прокатиться по проселочным дорогам с ветерком, расскажем в нашем следующем сюжете. По проселочной дороге с ветерком на улице Тимошевской праздник. Завершился ремонт асфальтового полотна. Его качество лично оценил глава Сочи. Работой дорожников Анатолий Пахомов остался доволен. А вот дворовые пейзажи вызвали недоумение. Вот люди приехали, иностранцы, и пошли. Ну, вроде дороги есть, а люди как живут. Хлам во дворах, поросшие травоучастки, некрашенные заборы и фасады. Так, конечно, не везде, но с теми, кто разводит антисанитарию, разговаривать будут на языке санкций. А вот по новому дорожному полотну на колхозной и вовсе течет канализация. Везде течет у тебя. Значит, по всей улице они сбрасывают ливнёк. Это уже будут выяснять сотрудники водоканала. Кто будет улечён в нарушении природоохранного законодательства, лишится живительной влаги. Ну, а жителям села Верхнениколаевского помимо дороги глава Сочи пообещал социальные ряды. Мы хотим, чтобы Кудепсти рынок сделали нам. Кудепсти? А там будет рынок? Когда? Сейчас. Они сделали, там на первом этаже должен быть рынок. Рынок-то будет, но арендовать места там садоводам не по карману. Но после недолгой беседы решение нашлось. Собственник выделит им места или построит социальные ряды. Решена и другая проблема в селе. Отремонтирован мост. Мост был аварийный. Сделали подпорку новую совершенно. Теперь мост уже совершенно исправный. В микрорайоне искра задача другая. После ремонта дороги убрать строительный мусор и почистить ливнёвки. Это же надо сделать и в центре города, к примеру, на проспекте Пушкина. Подрядчики должны довести до ума объекты в кратчайшие сроки, как и жители своей территории. Сделали дороги, но во дворах надо навести порядок. Дело в том, что мы готовимся к главному футбольному событию мира. И футбол – это не только спорт. Футбол – это жизнь. И, естественно, приедут более 30 тысяч иностранных только туристов. Из них до 2000 журналистов, которые, естественно, хотят показать всему миру, как живут здесь русские. Что же касается дорог, то до конца года в Сочи будут отремонтированы 40 улиц. На этой скраевой казны выделено 286 миллионов рублей. Городские власти на полпути к цели работы на 25 участках уже завершены. У каждой улицы есть поручения и губернатора, и главы нашего города. А поручение – это, конечно, обращение наших граждан. Поэтому, безусловно, мы уже занимаемся ремонтом, во-первых, точно, в соответствии с пожеланиями людей. И, во-вторых, мы сейчас по поручению главы нашего города, как вы сегодня видели, мы как бы ушли больше в наши сельские округа, где тоже живут наши люди. И, конечно, там дороги требовали ремонта. Запланирован ремонт и отдельных участков дороги. В общей сложности предстоит закатать в асфальт 48 тысяч квадратных метров. Инга Габеши, а телекомпания ФКТ. В Сочи в преддверии Чемпионата мира по футболу усилят контроль за выгулом собак. Общественники и сотрудники администрации будут ежедневно обходить места, в которых выгул четвероногих запрещен. Историческое место Сочи каждое утро превращается в отхожее. Собаководы вместе с питомцами облюбовали мемориал воинской славы в завокзальном районе курорта. Если этические нормы некоторых людей позволяют выпускать собак на могилы солдат, то правила благоустройства категорически запрещают выгул животных на всей территории мемориального комплекса. Я же не могу дома его выгулывать. Во двое бабки орут, здесь выходят из камерами, а мне куда деваться? Здесь нельзя. Я вам маленький секрет открою. Вон там внизу, где заканчивается территория дублера курортного проспекта, есть прекрасный лесок. Лесок? Который лесок. Я не знала. Хорошо я буду знать. Общественница Натала Шевченко перед Днем Победы вместе с подругами каждый день дежурили у мемориального комплекса. Пытались отогнать людей с собаками и сохранить в чистоте место, где покоятся герои Великой Отечественной войны. Вот только конструктивный диалог с собаководами выходил редко. Когда делаешь замечание, что вы собаку выгуливаете или без намордника бойцовского, они тебе говорят, что вы сами больше на собак похожи. Очень грубят часто. Мало кто понимает. Общественники понимают, любители животных. Сочи не в каждом районе хватает мест для выгула. Главная претензия в том, что владельцы не убирают за питомцами. От этого портится имидж курорта. В преддверии Мундиаля в городе усилит контроль за соблюдением правил выгула собак. В том случае, если будут нарушены нормы благоустройства, собаковод расстанется как минимум с тысячей рублей. Такой же штраф назначат, если под угрозу будет поставлено здоровье окружающих. Собака должна быть на коротком поводке. Если это собака какой-то бойцовской породы, на ней обязательно должен быть намордник. Ну и в первую очередь надо выбирать безлюдные места, либо соответствующие пустыри, либо специально оборудованные для этих целей площадкой. Ну ни в коем случае не выгуливать собак. В общественных местах, на детских игровых площадках, возле территорий детских учреждений. Пока специалисты административной комиссии проводят лишь разъяснительную работу. Хозяевам собак напоминают о нормах выгула и грозящих за нарушение штрафов. В ближайшее время к рейдам планируют подключить полицейских. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Важная для Сочи историческая дата. Очередную годовщину завершения полувековой Кавказской войны вспоминали на курорте. О тех событиях говорят нечасто. Обо многом из-за того, что сейчас в городе бок о бок живут потомки и коренных жителей Черноморья, и тех, кто завоевывал эту территорию для Российской империи. Живут мирно и не прошлым, а будущим. Об уроках истории Инга Габешия. В древнем адыгском ауле звучат слова молитвы. У собравшихся зеленые ленты с датами начала и окончания Кавказской войны. Вспоминают всех погибших. 50-летний конфликт искалечил миллионы судей по обеим сторонам фронта. Российская армия потеряла в той войне сотни тысяч человек разных национальностей. Почти три миллиона адыгов, которые населяли Черноморское побережье, по окончанию были депортированы. Уже три десятилетия возле тюльпанового дерева вспоминают бои минувших лет. Возле этого монумента, который появился на месте поселения древнего рода адыгов Шапсуга в Мугу, проходят встречи старейшин. Но беседуют они больше не о прошлом, а о будущем. Что нужно сделать для сохранения национальной культуры – главный вопрос, который теперь волнует представителей кавказских народностей. В планах – развитие традиционных видов сельского хозяйства и получение в долгосрочную аренду садов, которые сейчас поросли травой. Но главный упор, как и столетия назад, делается на воспитание детей. По сущности, по натуре адыги – очень активный народ и трудолюбивый. Нельзя этого отнимать. И около шести тысяч проживает в городе Сочи. И мы считаем, что именно эта идеология, идеология консолидации, должна быть передана нашим детям, передана будущим поколениям. В маленьком предгорном ауле собрались десятки национальностей, населяющих Большой Сочи. Русские, украинцы, армяне, греки также пришли на акцию памяти, чтобы помолиться и возложить цветы в память о своих предках. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Футбольная академия «Атлетика Мадрид» провела в Сочи бесплатный мастер-класс для юных футболистов. Кроме того, тренеры и руководство Академии познакомились с футбольной инфраструктурой Сочи и встретились с главой города Анатолием Пахомовым. Встреча прошла в кабинете у мэра. Руководитель международных академий «Атлетика Мадрид» и тренер Академии подарили главе Сочи шарф с символикой титулованного испанского клуба. Гости рассказали, что с 15 июля в городе пройдет футбольный лагерь для юных футболистов. Впервые в России. Анатолий Пахомов отметил, что такие тренировки будут крайне полезны сочинским спортсменам. У нас в наследство остается три тренировочных поля. И они будут переданы нашим деткам. И мы там увеличим количество детей. Потому что огромный интерес к футболу, огромное желание. И мы гордимся этим. Потому что когда население, граждане хотят заниматься спортом, это и есть победа. Представители «Атлетика Мадрид» высоко оценили подготовку Сочи к чемпионату мира по футболу. В рамках визита они познакомились с футбольной инфраструктурой города. То, что мы увидели, это просто удивительно. Мы считаем, что город полностью готов принять чемпионат мира. И мы очень рады, что Испания будет играть именно здесь. Испанская сборная первой в рамках мундиаля выйдет на поле сочинского стадиона «Фишт». Она сыграет в Португалии 15 июня. Ледовое шоу «Руслан и Людмила» приедет в Сочи. Гастроли мюзикла «На льду» стартуют на курорте в августе. Свою дебютную постановку сегодня в администрации Сочи презентовала автор идеи, продюсер и исполнительница главной роли в шоу «Руслан и Людмила» – олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Премьера спектакля состоялась в Москве. Всего было дано 24 представления, которые увидели более 150 тысяч человек. В шоу собраны современные технологии и эффекты, которые сочетаются с музыкой, написанной специально для мюзикла, красочной сценографией, яркими декорациями и масштабными видеоинсталляциями. Подготовка проекта заняла больше года. Впервые вообще в истории Руслана Людмилова воплощен на льду. Потрясающие декорации, костюмы. Сочи стал уже моим вторым домом. И, конечно, я счастлива сюда вернуться. Здесь всегда тепло. Здесь вот это сочетание моря, солнца и льда. Это, конечно, какое-то особенное ощущение. Это замечательный курорт. Надо сказать, что Сочи за последние годы стал постоянной площадкой для топовых мероприятий. Развитая инфраструктура, чистота и уют южного города привлекает сюда как спортивные чемпионаты, так и культурные мероприятия мирового масштаба. Тенденция за последние четыре года – это мы сохраняем 60-70% мероприятий и даем возможность зайти вновь и вновь в город Сочи. И это очень важно. Если комфортно для тех организаций, которые проводят здесь событий и мероприятия, с ним комфортно, то они приходят еще раз к нам. Что касается шоу Руслана Людмила с участием звезд фигурного катания, в Сочи мюзикл «На льду» можно будет увидеть в августе. Гастроли продлятся две недели. В Сочи открылся Международный форум пива. Он проводится в гранд-отеле «Жемчужина» уже в 27-й раз. Традиционно его организатор – компания «Соут» сочинские выставки. Международный форум пива 2018 объявляется открытым! Международный форум пива – это главное в России специализированное выставочное мероприятие пивной индустрии. На него съезжаются профессионалы пивоваренной отрасли со всего мира. Ежегодно Сочи становится профессиональной площадкой для презентации новых брендов. 27 лет в городе Сочи проходит это мероприятие и является пивной столицей нашей страны. Более 250 компаний из разных стран, из разных регионов нашей страны приезжают именно сюда, для того, чтобы решать свои вопросы, для того, чтобы встретиться со своими поставщиками, клиентами, партнеров найти новых, заключить договора, показать свои новейшие разработки, последние технологии. Сегодня между Союзом российских пивоваров и выставочной компанией «Соудсочинские выставки» было подписано соглашение, в рамках которого и в дальнейшем Сочи станет местом встречи и профессиональных дискуссий для более чем 200 компаний-производителей пива, напитков, сырья, оборудования из всех регионов России, а также других стран. Мы на следующий год планируем также провести совместно выставку в Сочи и наша обязанность Союза – это наполнить выставку деловой программы. Мы традиционно проводим круглые столы, совещания, семинары, на которых обсуждаем текущие вопросы индустрии и способы их решения. Международный форум включает в себя и фестиваль «Море пива в Сочи», выставку – это экспозиция с участием ведущих предприятий пивоваренной отрасли России, СНГ, Европы, Азии, Америки. Традиционное место встречи сочинцев-любителей пенного напитка. Состоится также дегустационный конкурс пива и безалкогольных напитков, конкурс сырья и оборудования. Форум пива продлится до 25 мая в Гранд-отеле «Жемчужина». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok